Добрый вечер, дорогие друзья! Прежде всего я хочу поблагодарить всех тех, кто пришел сюда. Да, я думаю, что несмотря на то, что перепись населения у нас широко освещается в СМИ, я думаю, здесь собрались те люди, которым действительно интересно узнать, что это такое, зачем это нужно, наверное, задать какие-то вопросы, ну и немножко уйти в историю вообще, что это, как это и зачем это нужно. Всем нам. Итак, что такое перепись, вообще откуда она появилась? Почему-то все считают, что вот изначально будем говорить про Китай, про Египет, про Грецию, но вообще изначально перепись населения, как ни странно, только в другой форме, она появилась очень давно. Почему, даже если вы возьмете наскальные рисунки, вы увидите тех человечков, которые рисовали, и первая основная задача была, вот племя появилось, да, пошли мамонта убили, а еды не хватило. Начали считать, а почему не хватило? Так люди, оказывается, больше, чем рассчитывали. Вот по мере того, как эволюция, человек развивался, менялись требования, новый эволюционный виток, новые взгляды, да, ну все, перешли в Египет, смотрим, что дальше. Так, еды вроде хватает, рабы, ага, так и их кормить надо, да? Ну ладно, здесь тоже вроде как определились. А не пойти ли нам войной на кого-то? Смотрят, а сколько у нас мужского населения? А сколько у нас женского, да? И какое мужское по возрасту? То есть, вот, пожалуйста, те этапы эволюционные, которые подстегивали население к тому, чтобы оно не только вело учет, сколько же проживает мужчин, женщин, но и возраст. Значит, подключилась военная волна, ну а потом пошли территории захваты, ага, вот введем налог. А какой налог? А почему этот налог? А, так надо посчитать, оказывается, и сколько там людей живет, да? То есть, все это по мере того, как народ или люди эволюционировали, приводило к дополнительным вопросам, которые и, в принципе, стали толчком и отправной частью всех переписей, которые действительно возникали. Ну и повторюсь, первые достоверные сведения о переписи населения, это действительно Египет, Китай, Греция, Рим, они проводили цензы. И вот это слово «цензус», которое мы сейчас очень часто любим употреблять, английский вариант, это произошел от латыни. Поэтому все это берет исторически с древних стран и древних, ну, как я говорю, народов, которые пытались организовать развитие своей страны или своей державы. Вот так мы шли-шли-шли и пришли к нашей переписи 2020. Часто задают вопрос. Вот в прошлую перепись были эти вопросы. Теперь эти вопросы и появились другие. Ну, давайте посмотрим. Мир динамично развивается, правильно? Основные вопросы, они как были, так и остаются. Это что? Это сколько нас, да? В каких семьях живут? Ну, тут, наверное, самый главный вопрос не в каких семьях живут, а какие у нас семьи по составу. То ли это семьи с одним ребенком, с двумя детьми, с тремя детьми. Например, перепись 2009 года показала, что у нас было больше 60% семей с одним ребенком. То есть это уникальные данные, которые позволяют получить только перепись и которые потом используются на протяжении последующих десяти лет. Следующий вопрос. Где находится их место работы? Ну, это вот та многогранная система, о которой часто задают у нас вопрос. Почему? Мобильность. Люди стали мобильны, работают не только в том месте, где они живут, а теперь могут работать где угодно. Это касается не только Республики Беларусь и не только страны СНГ, это касается вообще всего мира. Люди настолько мобильны, что вопросы миграции сейчас в основном включают все страны, причем такими блоками, что наши вопросы вообще меркнут по сравнению с теми вопросами, которые включает та же самая Канада, Ирландия. То есть для них очень важно отследить миграционные процессы. Уровень образования. Вот очень часто я в прессе читаю, вот зачем им достаточно взять базу, посмотреть. А какую базу? Вот давайте смотреть. Ну, я возьму в пример себя. Да, я оканчивала государственный университет в 89-м году. Так вот я могу вам сказать, что в базе меня как таковой нет. Ну, то есть у меня нет ни высшего образования, ни аспирантура, ничего. Потому что на тот момент базы-то и не было никакой. И все мы учились в СССР. И вся вот эта база, как говорится, она вот уровень СССР. Особенно все мы помним, в наше время, когда мы учились, ну, это вот мое поколение, это было союзное распределение, кто где называется, да? То есть мы хотим получить информацию о населении страны, полувозрастном составе, о семьях, которые проживают, об уровне образования. То есть это та информация уникальная, которая собирается один раз в 10 лет. Следующий вопрос, который очень часто звучит, как же используются эти данные? Данные уникальные. Во-первых, социально-демографические характеристики, они становятся в основу принятия всех решений в социальном развитии государства. Буквально вот сегодня мне задавали вопрос относительно того, вот какие были решения, принятые после переписи 2009 года. Ну, я могу вам сказать, вот самый, наверное, яркий пример, это и программа демографической безопасности Республики Беларусь, которая функционировала с 2011 по 2016 год. На смену ей пришла программа здоровья населения. Ну, и еще все-таки вот эта программа «Большая семья», когда поддержка многодетных семей, когда рождение третьего ребенка. То есть перепись 2009 года показала, что у нас средний размер семьи 1,6 человека. То есть это вот действительно преобладали семьи с одним ребенком. Проблема старения точно так же была выявлена. И вот эти шаги и меры, которые принимались и принимаются государством по укреплению и развитию страны в социальной сфере, они базируются на данных переписи. В экономическом аспекте это все прогнозы, которые разрабатываются. Все прогнозы строятся на основании данных населения, которое проживает на территории Республики Беларусь с разбивкой районные, областные бюджеты. Все они формируются на основании численности населения и в том числе занятого населения по той территории, которая формирует бюджет. Вот это тот момент, который часто говорят. Генпланы городов. Почему задают вопрос, а вот если я не отвечу на тот или иной вопрос, тогда сразу у меня встречный вопрос. А почему вы спрашиваете, почему у нас не построили детский садик? А почему вы спрашиваете, почему у нас не построили школу? А почему вот дорога здесь плохая? Ведь именно те вопросы, когда мы задаем о мобильности трудовых ресурсов, мы видим, что очень много населения, которое проживает в пригороде Минска, ездит на работу в Минск. То есть это нагрузка и на транспорт. Помимо инфраструктуры дорожной, это и нагрузка на транспорт. Вот эти все моменты, где построить бассейн, где разбить парк. Я вам приведу пример. Вот мы сейчас, когда подбирали персонал по заведующим переписных участков, у нас пришла женщина и говорит, я сама пойду переписывать. Она курирует вопросы озеленения в Минске. И она говорит, да мне нужна эта информация, потому что вот только мы соберемся где-то здесь строить парк, а она нам говорит, о, нет, вы знаете, здесь такая густонаселенная зона, что нам здесь нужно дом построить. Они говорят, и начинается обсуждение. Это знаете, как в том мультфильме, здесь мы будем строить дом, нет здесь. Да, ну, то есть вот эти те моменты, которые, наверное, иногда остаются, как я говорю, за кадром, и не все иногда могут услышать и увидеть. Это наша с вами жизнь. То, с чем мы сталкиваемся ежедневно, и то, как мы будем жить в дальнейшем. Вся эта информация ляжет в основу разработки программ, развития страны, развития городов, наших районов. Это все то, что будет основой на последующие 10 лет. Благодаря данным переписи населения многие страны принимают для себя определенные решения в социально-экономическом развитии страны. Например, вот такие страны, как Канада, Ирландия, Новая Зеландия, они раньше проводили перепись раз в 10 лет. Но они увидели, что миграционная активность населения возрастает. Они начали принимать соответствующие меры, направленные на миграционную политику. Более того, они поняли, что информации, которую они собирают раз в 10 лет, недостаточно. Они перешли на перепись населения раз в 5 лет. и, поверьте мне, население все участвует, потому что они понимают, что те данные, которые они получат, очень важны. Как с демографической точки зрения, потому что это миграционная политика, так и с социальной точки зрения. Например, вот та же самая Ирландия, да, или Канада, они уже в блоке миграционных вопросов включают вопросы по тому, как меняется отношение людей, которые переехали, то есть мигрантов, которые прожили 5 лет. Более того, они отслеживают, как меняется поведение второго поколения мигрантов, то есть детей, как они социализируются, какое образование они получают. То есть у них миграционные блоки намного сильнее и углубленнее изучаются, чем в тех странах, для которых миграционные проблемы еще не стоят так остро. Старение населения. Ну, в принципе, это проблема для всех европейских стран, и Республика Беларусь не стала исключением. Проблема старения населения стоит для всех развитых стран довольно остро. И вот это в продолжение той темы, что мы обсуждаем. Мы видим, что население стареет. Какие меры должны быть предприняты? В каком направлении политика государства должна идти? Какие программы нужно укреплять? Куда нужно проявлять финансирование? Как стимулировать население? Ведь, посмотрите, даже в последние годы, наверное, немножко демография здесь затронула, за 10 лет средний возраст женщины при рождении первого ребенка увеличился на 2 года. Если раньше это было 25 лет, то теперь это 27 лет. А я вам могу привести пример, когда в 86-м году, если вы в 20 лет не вышли замуж и не родили ребенка, ну все, старое дело. А сейчас, если вы в 27 решили, это уже осознанный шаг, вы несете ответственность, вы понимаете, и вы принимаете решение о рождении ребенка довольно осознанно. но вот эта вот отсрочка, ее необходимо увидеть и понять, и предотвратить вот эти вот демографические провалы, которые появляются в стране. Ну и незарегистрированные браки. Очень люблю этот вопрос задавать. Да, наверное, я буду немножко так отходить, потом мы будем возвращаться к этой теме. Почему-то часто задают вопрос, ой, у нас столько регистров, мы что, не можем на основании регистров провести перепись? Ну, например, та же самая Ирландия, она придерживается вообще традиционного метода. То есть, вот, переписчики пришли, раздали анкеты в семьи, потом точно так же пришли, собрали эти анкеты. Почему? Потому что, повторюсь, мир динамично развивается. И вы видите, даже по нашей стране все чаще мы видим, когда люди проживают вместе. Почему-то любят гражданские браки называть, но вообще-то гражданский брак это официально зарегистрированный брак, а все остальное это совместное проживание. Поэтому, вот как отследить эту семью? В регистре населения и этот человек, и этот человек это одинокие люди, которые, извините, даже проживают по разным адресам, но вместе с тем это семья, они воспитывают детей, они ведут общее хозяйство и в принципе во время переписи они переписываются как семья. И мы их учитываем как семью, у которой один ребенок или двое детей, даже трое детей. Понимаете? То есть нужно идти в ногу со временем и в ногу с теми вызовами, которые у нас появляются в обществе. Кстати, там было по ответам мужчин и женщин, ну так вот я, да, наверное, скажу. все-таки даже перепись девятого года показала, ну и вот сейчас мы больше видим. Как правило, когда задают вопросы, женщина почему-то чаще говорит о том, что она замужем, что у нее семья, а мужчина, ну вот как-то в свободе. Ну, знаете, наверное, все-таки это вот еще какие-то моменты, которые, возможно, стоят преломить, а возможно, какие-то другие взгляды. Ну и вообще, мужчин вообще сложно понять нам, женщинам, правильно? Итак, почему перепись раунда 2020? Вообще, я хочу сказать, что Республика Беларусь придерживается международных стандартов и международных рекомендаций. В свое время Организация Объединенных Наций приняла решение о том, чтобы оценивать, как страны развиваются, сопоставлять данные о социальном и экономическом развитии стран необходимо, чтобы они были сопоставимы. Как достичь этой сопоставимости? Было принято решение, что вот эти переписи необходимо проводить в один и тот же временной период, желательно в годы, оканчивающиеся на ноль или близко к этим годам. Так мы участвовали в раунде переписей 2010 года, а теперь у нас раунд 2020 года. В октябре 2015 года экономический и социальный совет ООН принял резолюцию о проведении переписей жилищ раунда 2020 года. Поэтому, когда мы говорим, что данные переписи нужны нам и только нам и нашей стране, я могу сказать вам еще, поверьте мне, на результаты переписи будет смотреть весь мир. Ведь как только проходят переписи или основной цикл переписей, кто-то проводит в 2019 году, кто-то в 2020 году. Причем все страны декларируют заранее о своем намерении провести перепись и в какие сроки они будут проводить эту перепись. Потом эти все данные обобщаются и в результате уже выходит публикация с какими-то общими характеристиками, которые позволяют сравнить как демографические, так и социальные показатели по всем странам и получить какую-то картину вообще в целом, как мир развивается, как он движется, ну как земля вращается, так скажем. Вот этот слайд уже, кстати, спасибо нашим коллегам, которые участвовали в подготовке этой презентации. Девочки, я даже сама знала, где вы взяли это? Нашли. Да, это действительно слайд, который характеризует перепись в каких странах запланирована, в которых уже проведена и не предусмотрена. Вы видите, что в принципе число стран, где перепись не запланирована, всего 11 стран, но я что хочу сказать, что вот эти данные, они немножко даже, я могу сказать, устаревшие. Почему? Потому что многие страны, это, кстати, африканские страны, уже подавали заявку на поддержку и организации проведения переписи в их странах. Поэтому, да, информация очень хорошая, как вы видите, в большинстве своем все страны проводят перепись. Другое дело, что кто-то ее провел уже в 18-м году, кто-то в 19-м, ну, например, Новая Зеландия провела в 18-м году перепись. Вот сейчас они обрабатывают результаты этой переписи. Мы проводим в 19-м году, 1 октября стартует перепись в Азербайджане и страны СНГ. Мы вторая страна, которая пойдет на перепись, у нас 4 октября будет стартовать перепись. Россия в 20-м году, многие другие страны СНГ тоже в 20-м, многие страны европейские в 20-м, кто-то в 21-м, но все максимально приближены к 2020-му году. Потому что все, первое, хотят обеспечить сопоставимость данных, и второе, выдержать вот этот 10-летний или 5-летний интервал. Для нас 10-летний интервал. Почему? Потому что у нас перепись была в 79-м году, в 89-м году, в 99-м году, и мы вообще следуем всем рекомендациям ООН, методологическим и основным, и соблюдаем вот этот временной интервал. После проведения переписи, скажу сразу, все данные обезличиваются. Наверное, я предупрежу вопросы, которые будут следовать. Да, мы действительно собираем данные. Данные после поступления и обработки, они все обезличиваются. То есть мы видим просто какую-то характеристику какого-то человека. Мы формируем, и это международная практика, это международный стандарт, формируется 10-ти процентная выборка, она точно также обезличена, которая используется, ведутся определенные базы данных, которые используются для проведения каких-либо научных разработок, для проведения анализа, для получения какой-то характеристики человека, семьи. То есть это мировая практика, и Республика Беларусь в принципе соблюдает и строго следует вот этим международным требованиям и стандартам. Ну вот мы удалили 20-й год, но девочки вставили, вернули обратно. Но вот хочу сказать опять-таки, оценка будет дана по итогам переписи, абсолютно верно, потому что эти данные, которые вы здесь видите, 20-й год, я вам просто настоятельно не рекомендую их использовать. Почему? да, здесь Россия, здесь Казахстан, здесь Беларусь. Когда эти данные Статкомитет СНГ собирал, во-первых, совсем другие подходы у всех стран были. Я могу вам сказать, что Россия, например, в тот момент, когда собирались эти данные, она планировала использовать три способа. То есть это интернет, это планшеты и это бумага. По последней информации, которая у нас есть, они сказали, мы от бумаги отказываемся, мы идем только на планшете и интернет. То есть это уже совсем другая стоимость будет, да. Казахстан, когда формировалась стоимость, они говорили, мы пойдем на планшете и на бумаге. По факту Казахстан будет проводить перепись по интернету и на планшете. Когда мы формировали наши данные, вот такие предварительные, у нас спрашивали, вот как там по оценкам, да, мы, например, не предполагали интернет. Это совсем другая стоимость тоже была, понимаете. почему? Потому что та же самая закупка планшетов совсем другая планировалась, например, исходя из численности населения и нагрузки на переписчик. Поэтому, нет, посмотреть, конечно, можно, но я что хочу сказать. Вот перепись раунда 20-10. Вот здесь вы видите Российскую Федерацию, Казахстан и Республику Беларусь. Помимо этого, Организация Объединенных Наций всегда после раунда публикует, во сколько странам обошлась перепись, именно на человека. И эта информация присутствует на сайте Организации Объединенных Наций и в любых публикациях, которые характеризуют перепись раунда 20-10. Аналогичная публикация будет после проведения переписи 20-20. Часто еще задают вопрос, так все-таки, как же используются данные? Ну вот, чтобы вам показать, насколько важна перепись, я приведу такой пример. Например, в Соединенных Штатах на основании данных переписи распределяются места в парламенте. В Италии отдельный фокус на мигрантов в Ирландии делается. Там у них действительно эта острая проблема стоит. В Канаде. С 2001 года в переписном листе в Канаде и именно в составе семьи они начали учитывать однополые браки, однополые семьи и однополые семьи, которые воспитывают детей. То есть, это вот те вопросы, которые они включили. Они считают, что для них это очень важно. Польша. Ну, Польша вообще уникальная страна. Мы, кстати, тоже брали за основу их опыт. Мы использовали Эстонию, Латвию, Польшу. Нет, вот этот опыт мы не брали. Скажу сразу. Да. Но, тем не менее, у них все очень жестко. Во-первых, когда мы говорили, например, а вот как вы переписываете по месту жительства, он может быть зарегистрирован в другом месте. Они сказали, как в другом месте? Нет, извините. Если он из ГД не приехал в Познань, будь добр, зарегистрируйся, несмотря на то, что ты в съемном жилье, вот, пожалуйста, официально зарегистрируйся. Если ты не хочешь участвовать в переписи, минимальное наказание это штраф. Да, и причем очень существенный штраф, который они уплачивают. Аналогично штраф, вот административное наказание в виде штрафов предусмотрено в Венгрии было в прошлой переписи. То есть, ну, вот Польша, она наша соседка, поэтому, наверное, вот мы привели такой пример, чтобы как-то показать, что у каждой страны, когда она выбирает подходы и методы организации проведения переписи и привлечения населения к участию в переписи, каждый использует в своей плюшке, пряники и кнуты. Ну, а теперь о методах. Вообще, в принципе, в мире на сегодняшний день четко определены и, в принципе, даже в международных рекомендациях ЕКОН представлена информация об официально трех признанных методах организации проведения переписи. Традиционный подход к переписи. Это опрос всего населения с использованием переписчиков. То есть, все они собрались ровненько, пошли, стройными рядами по городам, весям и посещают все жилые помещения. Другой момент, что кто-то проводит опрос сразу, кто-то приносит, раздает переписные листы или анкеты, потом приходит, собирает, но вместе с тем это традиционный метод опроса. Кстати, Азербайджан остался верен традиционному методу и будет проводить перепись раунда 20-20 традиционным методом. Они уже подобрали переписчиков и 1 октября все в поле. Второй метод это регистры. Действительно, многие европейские страны, они уже начали формировать регистры как минимум 20 лет назад, как минимум 20 лет назад и многие стран берут за основу регистр населения. А Польша, например, берет регистр здравоохранения. Почему это страхование? Медицинское страхование у них все четко. У них есть семья, неважно, что работает один человек, кто работает, на него оформляется медицинская страховка на всю семью. То есть, таким образом, они получают эту информацию. Так вот, практически все скандинавские страны использовали регистры населения. Австрия использовали регистры населения. Но, вот буквально на прошлой неделе состоялся очередное заседание статистической комиссии ЕКОН по обсуждению вопросов организации проведения переписи. И я скажу так, что даже те страны, которые изначально придерживались вот этого метода использования регистров, они уже начинают говорить, что да, наверное, не то и не туда. Почему? Потому что, первое, это семьи, они не могут собрать. Второе, мобильность населения, они предлагают использовать большие данные, но, опять-таки, эксперты встают и говорят, ну вот, хорошо, мобильные телефоны, да, вот тоже приведу очень интересный пример. Один из представителей Международной организации труда, он говорил, ну вот как можно отследить, например, сколько украин, украинцев в Соединенных Штатах Америки, хотя все понимают, что и в Канаде, и в Соединенных Штатах Америки, в Америке большая украинская диаспора, да, что они сделали? Они все думали, ну как, ну как, ну как, да, использовать мобильный телефон. Ну, они говорят, ну, знаете, это та шутка, один телефон купили на группу, да, и говорят, сегодня звонишь ты, завтра я, а послезавтра мой сосед будет звонить. То есть определить очень сложно по номеру мобильного телефона, да, они что сделали? Они провели такое исследование, сделали вброс на территории Соединенных Штатов, что Украина ведет налог на поступление посылок из Америки. Что они делают дальше? Они буквально отслеживают, как в поисковике Google по штатам резко вот такой всплеск происходит запросов, действительно ли Украина собирается вводить такой налог. налог. Все, вот они определили, но понимаете, это вот тот показатель, который, ну вот он условный, вот он есть, вот он такой. Кроме этого, Германия буквально вот действительно на прошлой неделе сказала, что да, регистры, наверное, хорошо, но что делать с мигрантами? Почему? Потому что тот поток мигрантов, это действительно проблема, и они очень широко ее обсуждают, я сама присутствовала, когда у нас было заседание, они с чем столкнулись? У них был такой поток мигрантов, вы помните, вот этот вот наплыв, да, когда они были вынуждены корректировать данные с 17-го года, в конце 18-го, потому что их регистрационные органы не справлялись с оформлением документов и регистрацией мигрантов. То есть, они говорят, ну как мы будем, вот мы опубликовали, а потом у нас вот такие изменения идут. То есть, они говорят, да, наверное, это хорошо, но этого недостаточно. Помимо этого, многие скандинавские страны уже пришли к выводу, что помимо использования регистров населения необходимо вводить дополнительные выборочные обследования домашних хозяйств, чтобы получить информацию. Кроме того, Эстония, которая провела пепись в 2009 году и в этом году она, в 2010 году, простите, в этот раз в 2010 году она планирует использовать перепись, проводить перепись на основании регистров. Они говорят, да, мы начали проводить выборочное обследование домашних хозяйств, приходим и говорим, вот вы знаете, мы проводим вот этот опрос по составу семей. Народ им говорит, слушайте, ну вы же нам в прошлую перепись сказали, все, последний раз, в следующий раз мы вас не побеспокоим. А что вы к нам приходите? То есть, понимаете, все знают, что должен быть переходный период. Почему, например, в этот раз мы даже задаем вопрос по идентификационным номерам, да, и часто скажем, вот, скажи им идентификационный номер. но, чтобы перейти к тем же самым регистрам, как мы можем сделать увязку? Любая перепись, которая должна проводиться на регистре, на регистровой основе, она имеет переходный период, когда они совмещают и получают данные с привязкой к идентификационным номерам, чтобы потом подтягивать ту информацию, которая была получена в прошлой переписи, с использованием вот этих уникальных кодов, идентификационных номеров, понимаете? То есть, ну вместе с тем они все говорят, проблемы есть, есть проблемы, а как их решить, никто не знает. Вроде бы мы хотим сделать жизнь нашего народа лучше, да, облегчить ее, не посещать, но вместе с тем понимают, что незарегистрированные браки, как были, так и есть, так еще и больше их становится. Кроме того, извините, но никто не отменял гостевых браков. Второй момент, когда вступили в брак, жена осталась на своей фамилии, муж на своей фамилии, живут раздельно, переписываются раздельно, хорошо, если муж скажет, что да, женат, вот она у меня такая жена, да, а если нет? Ну, то есть, много вопросов, которые возникают у статистиков, они хотят получить полную картину, но до конца-то не могут ее получить. Ну, и тот метод, который, в принципе, будем использовать мы, это комбинированный метод, когда мы используем и регистры населения, интернет-перепись и опросы с использованием планшетных компьютеров. Почему, вот они говорят комбинированный метод, почему? Потому что, когда мы готовились к переписи, мы использовали реестр адресов и регистр населения. Для чего это делалось? Для того, чтобы сформировать переписные счетные участки. То есть, мы сопоставили данные из реестра адресов и регистра населения и определили численность населения, которое проживает на территории как районов, городов, деревень, то есть, это та нагрузка, которая рассчитывалась для переписного персонала. Да, мы понимаем, что вопросы будут. Почему? Потому что, опять-таки, та же самая мобильность населения. Человек у нас может быть зарегистрирован в Гродно, в Бресте, где угодно, но проживает в Минске, работает в Минске, у него здесь семья, он мог и купить квартиру, он может снимать квартиру, дети ходят в садик, он пользуется общественным транспортом, он ходит в магазины. В общем-то, он живет полной активной жизнью здесь, в Минске. Поэтому мы все-таки сторонники того, что, да, мы предоставляем возможность переписаться человеку по интернету, но вместе с тем мы предусмотрели такой вариант, когда будут работать наши переписчики. Почему? Потому что мы, конечно, принимали во внимание и пожилое население, которое, в принципе, как показала практика даже проведения опробной переписи, молодично, очень радушно встречает, открывает, и они, вы не поверите, но они просто рады поговорить с переписчиком, особенно если это одинокие пожилые люди. Ну, в принципе, здесь абсолютно нормально, никаких вопросов не возникало. Итак, перепись населения пройдет с 4 по 30 октября. В этот раз мы действительно полностью отказались от бумажных носителей, но, я оговорюсь, конечно, переписные листы у нас есть, бумажные. Это все-таки тот случай, когда у нас есть их очень немного, но вместе с тем есть определенные категории граждан, которые ввиду своих религиозных убеждений не хотят использовать никакие мобильные устройства. Более того, у них нет паспортов с идентификационными номерами, но, поскольку нам важен каждый человек, мы, конечно, зададим вопросы ему. И если человек согласится, мы проведем опрос с использованием переписного листа бумажного. Кроме того, мы предусматриваем такой же вариант, когда человек просто откажется переписаться на планшете. Такое же тоже может быть. Конечно, я мало верю в это, но, тем не менее, знаете, если у вас план, да, у меня есть план, да, у меня есть два плана. С 4 по 18 октября мы проводим интернет-опрос населения, когда мы предоставляем населению возможность переписаться самостоятельно по интернету с использованием любого мобильного устройства, мобильный телефон, планшет или это компьютер, который имеет выход в интернет. Для этого достаточно ввести идентификационный номер, номер мобильного телефона, получить уникальный смс-код и пройти опрос дальше. Наверное, если нужно будет, я потом остановлюсь на этом моменте более подробно. Второй способ участия в переписи это с 4 по 30 октября. Если вы не хотите переписаться по интернету или принять переписчика у себя дома, вы можете прийти на стационарный участок и пройти опрос на стационарном участке. У нас будет работать почти 700 стационарных участков по всей территории Республики Беларусь. Да, в городах их, конечно, больше, в сельских населенных пунктах, если это крупные агрогородки, где численность населения больше тысячи человек, или там даже две и более тысячи, то действительно там тоже будут функционировать стационарные переписные участки. Человек может прийти и пройти опрос на стационарном участке. И после того, как пройдет интернет-перепис, берем два дня на обработку адресной части. В принципе, программный продукт, я уже сейчас могу сказать сразу, он разработан таким образом, что как только человек переписывается, его адрес уходит из вот этой вот базы, или, как мы говорим, реестра адресов, который у нас сформирован, и переписчики туда уже не пойдут. Но, вместе с тем, 19-20 числа мы берем вот этих несколько дней для того, чтобы зачистить это поле, проверить, действительно ли вот этот адрес выпадает, или посмотреть, ну, все-таки, знаете, как тут говорит, техника из техника, никто не исключал каких-то сбоев, и мы тоже это прекрасно понимаем, мы берем два дня на то, чтобы еще раз пересмотреть адресную базу, обновить списки, которые загружены на планшеты переписчиков, они уже загружены сейчас, хотя программа разработана таким образом, что как только человек переписался, даже с планшета переписчика, этот адрес будет уходить, но вместе с тем мы должны проконтролировать это. и 21-го числа в поле идут переписчики, но у населения все еще будет возможность переписаться на стационарном участке, мы эту возможность будем сохранять до 30-го числа. С 21-го числа по 30-е у нас будут работать переписчики, они будут посещать только те жилые помещения, квартиры, дома, где люди не участвовали в переписи, то есть ровно по тому списку, по которому у них будут сформированы их задания, там будет только адресная часть. Часто задают вопрос, а вдруг ко мне придет переписчик, а я переписался по интернету. Ну, это мы предусмотрели, когда вы переписываетесь по интернету, после того, как вы запомнили анкету, нажали сохранить, отправить, у вас высвечивается такая табличка, во-первых, спасибо, что приняли участие, и во-вторых, скачайте, пожалуйста, свидетельство о том, что вы прошли перепись. Почему? Ну, все-таки, опять-таки, человеческий фактор, да? Переписчик берет планшет, представьте, он идет в многоквартирный дом, вот он смотрит, открывает список, понятно, что у него не будет высвещены там все 60 квартир сразу, да? Но он смотрит, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, он не будет листать там этот список до конца, он так, все понятно, пошел по подъезду, да? Пришел, первая, вторая, третья, четвертая, в пятой открывают, говорит, здрасте, а мы переписались, он смотрит, ой, правда, точно нет, ну, извините, но вместе с тем, ну, бывают случаи, поэтому мы просим все-таки скачивать это свидетельство, подтверждающее ваше участие в переписи, там будет только адрес, по которому вы прошли перепись. В этой связи, я, наверное, хотела обратить основное внимание, то, о чем мы всегда говорим, переписываться нужно по тому адресу, где вы проживаете, и тогда к вам переписчик не придет. Но если вы перепишетесь по тому адресу, где вы зарегистрированы, ждите в гости переписчика. При подготовке к переписи мы понимали, что нам нужно охватить все население республики, и мы понимали, что, и мы говорили, что во всех странах участвует население все, независимо от национальности, от вероисповедания, поэтому мы встречались, наши специалисты встречались, и с представителями диаспор, всех диаспор, по крайней мере, о которых мы знали, мы получили информацию, какие есть, да, мы встречались с главами религиозных конфессий, мы встречались и с митрополитом Павлом, и с нашим католическим лидером в Минске, получили, кстати, благословение, что касается, вот Алина меня просила рассказать такие интересные факты, действительно, вы знаете, вот с диаспорами очень здорово встречаться и разговаривать, они очень хорошо реагируют и положительно реагируют на вот эти встречи, например, в Минске встретились, ну вот, как работают диаспоры, как вообще они живут и поддерживают друг друга и общаются между собой, в Минске встретились с цыганским бароном, обратились, попросили, чтобы все-таки приняли участие в переписи, согласовали, как будут участвовать в переписи, что желательно, чтобы он призвал всех своих, значит, цыган поучаствовать в переписи. На следующий день, а я как раз была в командировке в Могилеве, там по определенным вопросам, мне говорят, нет, представляете, приходит сегодня группа цыган и говорит, где здесь у вас переписаться, я говорю, боже мой, вчера только встретились в Минске с цыганским бароном, сегодня уже в Могилеве пришли цыгане, хотим переписаться. Мы встречались с послом Китая, буквально вот в прошлую пятницу, мы встретились с послом Китая, понимая все-таки, что очень много граждан Китайской Республики на сегодняшний день находятся на территории Республики Беларусь, кто-то работает, это временно пребывающие, кто-то здесь уже постоянно проживает, ведет какой-то бизнес, очень много студентов, мы должны переписать всех, нам все-таки нужно получить полную картину. Посол Китай сказал, знаем, понимаем, приказ будет, все, то есть, они, в принципе, очень положительно все реагируют на эти моменты, мы объясняем, но, в принципе, таким людям-то и объяснять не надо, например, с Кондрусевичем когда встречалась, я говорю, вы знаете, вот у нас перепись предстоит, он говорит, так не первая же перепись, не вопрос, конечно, ведь когда Иисус Христос родился, когда они были на пути-то, вот, когда он родился? Ну, любой год поедали, а куда они шли? В Емко, принятие тела, перепись, и объявил царь, и арху, не помнялись, да, вот, то есть, они были на пути в родной город для принятия участия в переписи, абсолютно правильно, 5 баллов, поэтому, в принципе, все диаспоры очень хорошо отнеслись, и все сказали, примем, перепишемся, и более того, сказали, что да, мы заинтересованы, мы действительно хотим видеть, сколько действительно людей укажут там национальность, говорят язык, ну, ведь для всех тоже очень интересно, очень важно, да, почему-то все любят потом смотреть данные переписи, и говорить, ой, а что, это действительно так? Ну, это вот тот самый момент, когда нужно, нужно посмотреть, кто мы, как мы, и как мы живем, и как мы, это же данные, которые будут потом 10 лет, смотреть и обсуждать, а поверьте мне, как показывает практика, первые годы после проведения переписи обсуждают все, вначале говорят, зачем, а потом все обсуждают, теперь, наверное, к тому вопросу, как проходил подбор переписного персонала, очень бурно сейчас обсуждаются в прессе, очень бурно, да, мы привлекаем временный переписной персонал на время проведения переписи, во-первых, хочу сказать сразу, что у нас есть определенные группы населения, которые переписываются, это и военные, и, значит, пребывающие в домах, интернатах, и в других учебных заведениях, специализированных, они проходят перепись по месту дислокации или размещения, как у нас говорят, да, и их переписывают непосредственно работники этих учреждений, то есть, здесь никаких вопросов нет, что касается подбора временного переписного персонала, очень много сейчас говорят про студентов, да, что вот их заставляли, вот не заставляли, вот поверьте, не заставляли, да, даже вот, ну, не хочу уже говорить, как мы с Дмитрием обсуждали, говорят, да им там такие плюшки предлагают, не хотят, во-первых, каждый вуз принимал решение по стимулированию участия в переписи, но, я хочу сказать сразу, что для таких специальностей, как философия, психология, социология, журфак, юрфак, им сразу всем сказали, участвуйте в переписи, мы вам засчитываем, как прохождение практики, послушайте, вот человек идет работать с социологом, да, выходит и потом говорит, а мне негде трудоустроиться, а какой опыт у тебя есть, у тебя что, есть опыт общения с людьми, уникальная возможность, пообщайся с людьми, узнай, чем они живут, чем они дышат, весь персонал застрахован, они проходят подготовку, они проходят обучение, их ознакомливают со всеми возможными ситуациями, которые могут возникать, с ними работают милиция, психолог, они приводят примеры жизненные, говорят, как поступать в той или иной ситуации, и поверьте мне, каждый переписчик, аналогичная была ситуация, когда у нас работали регистраторы, каждый переписчик у нас застрахован застрахован на все время проведения переписи. Кроме этого, все наши переписчики будут взаимодействовать с работниками социальных служб. Почему? Потому что мы будем посещать и тех людей, которые в силу объективных причин не могут принять участие в переписи. Это одинокие люди, которые не могут самостоятельно переписаться по интернету, это лежачие больные. То есть есть категория людей, посещать которых мы, ну, переписчики будут именно с представителями социальных служб. И, в принципе, эта практика уже идет из года в год, она оправдала себя. Более того, даже во время пробной переписи нам звонили и говорили, что вот по этому адресу проживает человек и туда вы можете попасть только с представителями социальной службы. Прежде всего переписчик у нас, конечно, получает удостоверение переписчика. У него будет сумка с логотипом переписи. Более того, она оснащена светоотражающими элементами на вечернее время суток. У него будет планшет и вот часто говорят, как? Вы можете элементарно, если пришел переписчик, вы можете ему задать вопрос, вы действительно это удостоверение действительно при предъявлении паспорта. Не стесняйтесь, можете спросить и в сфере данных удостоверения с паспортом человека, который к вам пришел. Если не хотите этого делать, вы можете всегда позвонить на телефон горячей линии, которая у нас будет функционировать и задать вопрос, действительно ли этот переписчик закреплен за этим участком и имеет право проводить опрос в этом помещении. У нас фиксированная дата 4 октября 00 часов, 00 минут. Все события, которые произошли после этого времени, мы не учитываем. То есть, если ребенок родился в 00 часов 5 минут, да, мы его не учитываем. А если вот человек умер после этого промежутка времени, мы его посчитаем. Должен ли респондент предъявлять какой-либо документ переписчику? Нет. Ничего предъявлять не надо. Единственное, если вы хотите указать свой идентификационный номер, потому что программный продукт разработан таким образом, что как только вы указали идентификационный номер, порядка 25% информации будет подгружаться автоматически на планшет переписчика. Хотите указать? Пожалуйста, указывайте. В противном случае, переписчик просто будет стоять и набирать это вручную, фамилию, имя, отчество, дату рождения. Может ответить за всех жильцов квартиры дома, может совершеннолетний член семьи или домохозяйства, несовершеннолетние дети в переписи не участвуют, всю информацию о несовершеннолетних детях предоставляют совершеннолетние члены семьи или домашнего хозяйства. Можно ли не отвечать на отдельные вопросы переписи? Да, тоже очень хороший вопрос, а у меня тогда всегда встречный вопрос. А можно ли не дать всю информацию по переписи? Почему? Потому что от того ответят люди на вопросы или нет, зависит качество той информации, которую мы получим. Опять-таки приведу пример. В одной очень развитой европейской стране, я не буду называть страны, задавался вопрос о вероисповедании. Скажу так, страна глубоко католическая, даже лютеранство там в большей степени, результат переписи. Страна православная. Большая часть населения исповедует православие. Пошли обсуждения, как такое может быть. В статистике сказали, вот как ответили, так и посчитали. И вы поймите, что от того, как вы ответите на эти вопросы, зависит и те данные, которые мы получим. Ведь, посмотрите, часто говорят, вот будут задавать такие-таки вопросы, да? Но почему-то никто не пишет, какие ответы мы предлагаем на эти вопросы. источники доходов спросят, вот я им отвечу. Но мы не спрашиваем, вы тысячи, полторы тысячи, две тысячи долларов в рублях зарабатываете. Мы спрашиваем, у вас там, например, заработная плата, стипендия, пенсия, все, все, что нас интересует. С 1 октября у нас будет функционировать единый номер, это колл-центр 8801-13131. С 1 по 4 октября, точнее, по 3 октября он будет работать с 9 утра до 6 вечера, а с 4 октября начиная, он будет работать с 9 утра до 9 вечера. Позвонив на этот номер, вы можете задать любые вопросы, как относительно самой переписи, так и относительно переписчиков. Помимо этого, во всех главных статистических управлениях территориальных будет функционировать точно так же зеленые номера, куда люди могут уже непосредственно по расположению позвонить и задать какие-то вопросы, касающиеся переписи на их территории. Но вот этот номер единый, звонок на этот номер бесплатный для абонентов любой сети, стационарных или мобильных телефонов. У нас уже есть полное согласие по бесплатным звонкам всех абонентов на этот номер. С 00 часов 00 минут 4 октября этот сайт будет активен для интернет-опроса. По публикациям данных, когда ждать первых результатов. Значит, первые результаты мы будем уже озвучивать в феврале месяце. Это будут первые данные, то есть общая численность населения по Республике Беларусь, по регионам, разбивка на мужское и женское население. Основные данные общие уже национальности, многие другие вещи мы планируем публиковать начиная с июля 2020 года. Единственное это то, что данные по сельскохозяйственной деятельности мы планируем опубликовать, уже начинать публиковать с июля 2021 года. Вопросник сложный, в части именно формирования и свода данных там нужно будет проводить определенные сопоставления, поэтому этот вопросник будет обрабатываться намного дольше. Помимо тех публикаций, которые будут у нас, хочу сразу обратить внимание, что на бумаге мы сокращаем число публикаций, у нас будет функционировать база данных по переписи населения, помимо этого мы предусмотрели разработку геостатистического портала, это современные технологии, когда с использованием геостатистической технологии мы будем оцифровывать всю имеющуюся информацию, то есть это то, к чему все страны идут, и когда можно получить информацию о мельчайшей территории, достаточно, как говорится, курсором подвел и получился информацию о численности населения, составе семей и прочие другие вещи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...